Ну что, друзья, всем привет! Сегодня знаковый день, 7 мая, и сегодня в должность, в очередной раз, вступает Владимир Путин. Сегодня день коронации, я бы сказал вот так. Вообще-то называется инаугурация, но инаугурация было бы, слово инаугурация было бы уместнее, если бы мы говорили там о первом или о втором вступлении в должность Владимира Владимировича. Но нынешняя инаугурация будет пятой, поэтому это скорее уже коронация. То есть выросло целое поколение людей, которые не знают другого президента, они, как там кто-то пошутил из юмористов, они думают, что Путин на самом деле это должность. Но вот так оно и есть. Но для начала предлагаю послушать, с чего же этот день начался, а моего любимого депутата Гурулёва. Предлагаю вам послушать, чему человек порадовался и восхитился. Он снял видео в автомобиле, видимо, едет как раз на коронацию. Внимание на экран. Сегодня день какой-то, аж душа радуется. Утром началось с того, что учения проводятся в Южной войне по применению стратегического ядерного оружия. Шикарная новость. А это реальная журналистика. Сейчас поговорим о более серьезных вещах, о том, к чему, вот к нынешнему дню мы, наконец, подошли, чего ждать. Ну, а самое главное, чего, наверное, опасаются в Кремлении. Даром я вот так вот назвал это видео. Это не хайповый заголовок, так оно и есть. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и сразу с места в карьер. Вчера Государственная Дума приняла закон, согласно которому иноагенты больше не имеют права куда-либо избираться, выдвигать свои кандидатуры в качестве кандидатов. Простите за тавтологию, больше скажу, если вдруг вот этот вот ярлык иноагента догнал человека, который уже избран, который уже является депутатом. Ну, такое бывает, мы знаем такие случаи, да. Депутат Ступин в Московской городской думе, например. Депутат Вишневский из законодательного собрания, оба были признаны иноагентами, уже будучи депутатами. Вот такое бывает. Так вот, если данный ярлык прилетел уже на действующего депутата, то, согласно вот этому новому закону, человек должен сложить в себя полномочия в течение 180 дней. То есть дается ему, ну, грубо говоря, полгода, и через полгода гуляй, Вася. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Что интересно во всей этой истории. Вообще, это закон об избирательном праве. Изначально он был, вот поправки в него были внесены аж в декабре, в далеком уже декабре 2023 года. Именно тогда правительство предложило Госдуме рассмотреть поправки в этот закон. И тогда, ну, об иноагентах никто даже ничего не говорил. Там были поправки, вот сейчас, в части ошибок, опечаток, допущенных в оформлении, предоставляемых в избирательную комиссию документов отношений отдельных кандидатов. Ну, я так понимаю, человек там заполнял документы, где-то что-то ошибся. Полгода этот законопроект валялся где-то в каком-то пыльном сундуке. И вдруг, перед самой инаугурацией, спустя полгода он всплывает между праздниками. Представляете, депутаты, которые обычно тут длительные праздники, 10 дней. Которые обычно на это время куда-нибудь хиляют. Для них это что-то вроде отпуска. Они вдруг экстренно собираются, достают из пыльного сундука. А вот этот вот законопроект совершенно проходной на первую взгляд. И в режиме ошпаренной кошки принимают его во втором-третьем чтении. Опа! А оказывается, там внесли поправки об иноагентах. Иноагенты теперь не имеют права избираться. А если избрался, подчеркиваю, да, повторюсь. То вот такой иноагент должен сложить в себя полномочия в течение 180 дней. Что это было? Зачем? Кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Хотя ответ, на мой взгляд, он лежит на поверхности, он очевиден. Мы все как-то с вами забыли, вот в свете последних событий, что уже совсем скоро, через 3,5 месяца в сентябре 2024 года России предстоит пройти очередной выборный цикл. Пройдет очередная избирательная кампания. Выборы в 16 регионах страны случатся. Причем в 16 регионах будет избирать глав губернаторов. То есть, да, один из таких регионов это Санкт-Петербург, это стратегически важный регион. Один из таких регионов, там будут выбирать главу Крыма. Это тоже стратегически важный регион, в том числе для Кремля. В 13 регионах будут избирать законодательные собрания. И по всей видимости, ребятишки поспешили принять вот эти поправки об иноагентах. И как раз вот с этими выборами, потому что, видимо, не уверены кремлевские политтехнологи, что грядущие в сентябре выборы пройдут без сучка, без задоринки. Тем более, повторюсь, сейчас там началась подковерная возня, вы знаете, да. И я так понимаю, что в Кремле опасаются, что могут профукать вот эти выборы. И вот на этих выборах в региональные парламенты попадут люди, которые, в общем, нелояльны. К нынешней власти существует такая опасность, да на волне текущего недовольства. Потому что по телевизору можно сколько угодно рассказывать о том, что вот страна объединилась. О том, что Владимир Владимирович набрал 87 процентов. А значит, вот все как один в едином порыве опять поддержат единую Россию. Но в реале, в администрации президента, ребятки, все тоже прекрасно понимают. И прекрасно понимают, какие настроения царят в обществе, в регионах. Поэтому подозреваю, есть опасность, что аж 13 регионов могут наизбирать таких депутатов, которые будут не под контролем, которые будут воду мутить. Мы уже видели такие случаи в той же Москве в 19-м году, в том же Санкт-Петербурге, когда после выборов в Думе оказалось огромное количество нелояльных депутатов, и которые то и дело поднимали очень неудобные вопросы, писали какие-то неудобные запросы, проводили какие-то очень неудобные расследования, озвучивали какие-то очень неудобные вещи, да продолжают. Ой, хоть драйва добавлю, а то как в замедленной съемке только что прошли выступления нескольких выступающих от Единой России. Вроде бы такой законопроект действительно хороший, социально ориентированный. Да, кто-то мне сейчас скажет, да ну, какие региональные парламенты, кому они нужны, е-мое, что решают эти региональные депутаты, поздравляю тебя, Шарик, ты балбес, ты стал жертвой пропаганды, но я тебе отвечу легко и просто. Слушай, вот если бы эти все региональные парламенты не были нужны, ну никто бы не избирал этих депутатов, и Кремль бы так об этом не парился. Отменили бы к чертовой матери всех этих депутатов региональных, их просто назначали бы, как в советское время, да, главу там горсовета, облсовета и так далее, и жили бы себе спокойно. Но избирают, значит они зачем-то нужны, а они действительно нужны, потому что именно региональные депутаты, именно региональные чиновники коммуницируют непосредственно с людьми. То, что мы с вами обсуждаем, думая, что мы умные, да, что вот там Москва, Кремль, Госдума, правительство, это все вершина айсберга. На самом деле политическая система в нашей стране, она устроена немного сложнее, но вот про айсберг вы уже поняли, давайте на примере дерева, вы же видели когда-нибудь простое дерево, вот береза, вот она торчит, там елка 10 метров вверх, вот такая вся разлапистая, красивая, иголки зеленые, но это только та часть елки, которую вы видите, надземная часть. А теперь подумайте о том, что у елки есть еще подземная часть, так называемая корневая система, и вот эта подземная часть, она зачастую вот такая же, такие же точно 10 метров, а то и больше, 15, может быть 20. Вам это любой школьник скажет, который изучил биологию, там, десятиклассник, потому что так и есть, есть видимая часть елки, а есть невидимая, которая уходит под землю, но без которой, если все эти корни пообрубать кедрень и фене, вот эта елка просто умрет, засохнет. Политическая система в нашей стране устроена таким же образом, то, что вы видите вот это вот, это верхушка, это видимая часть дерева, а все вот эти вот региональные парламенты, мы их просто не видим. Пропагандисты нам вбили в голову, что нам этого и не надо, поэтому, ну, чтобы мы не ходили на выборы, чтобы они избирали лояльные для себя парламенты, и всегда так было, которые голосовали как надо, вот всем было хорошо, но вот сегодня, я так подозреваю, еще раз думаю, назрела опасность. Да-да-да, слышу, вижу, что кто-то уже смеется и даже стучит пальчиками по клавиатуре. Что ты несешь? Господи, у нас единая система вертикали, ребята из единой России, да, в которой состоят все региональные элиты, в которой состоят все региональные губернаторы, мэры, там отдельно взятые даже служи, люди в погонах, имеется в виду представителей силовых ведомств. Ну, о чем ты говоришь? Ну, они скажут, они возьмут под козырек и гуляй, Вася, так да не так. Мы как-то с вами пропустили один очень интересный момент, который вот я на него обратил внимание, а многие мои коллеги почему-то не обратили, оно прошло таким, знаете, незамеченным, я бы даже сказал, событием. Вот в одном из предыдущих выпусках об этом рассказывал 3 мая. Стало известно об аресте председателя Нижегородской думы некий Олег Лавричев, был задержан, а спустя пару дней суд вынес решение о том, что он арестован на 2 месяца, будет содержаться под стражей. Обвиняют человека в растрате, причем, ну, коррупционная статья, причем по сегодняшним меркам, ну, то, что мы читаем, слышим о коррупции, те дела, о которых мы знаем, там, 22 миллиона, то есть смешная совершенно цифра. Тем не менее, вот председателя Нижегородской думы за растрату в 22, по-моему, миллиона, да, могу ошибиться, он там плюс-минус, задерживает и даже арестовывает. Еще раз для тех, кто на бронепоезде, это не зеленый пацан, это председатель Нижегородской городской думы. Нижний Новгород, пятый город в стране, пятый город в стране. Да, председатель Нижегородской городской думы, ну, это, по сути, второй человек в городе, то есть первый это глава администрации, или там, как мы привыкли раньше, мэр, да, он назывался, а второй, вот это как раз председатель городской думы. Второй человек в городе арестован, не помогло ничего, ни его должность, ни корочка члена партии «Единая Россия», не то, что он там занимался общественной деятельностью, а он там какое-то нижегородское ополчение создал, которое сам же и возглавил, после начала известных событий много там занимался вот этими вот патриотическими вещами, там возил какую-то гуманитарную помощь на Донбасс и так далее, не помогло. Заграбастали, вот сейчас сидит, ждет суда. И обратите внимание, никто, никто за этого человека не заступился. Никто не сказал, что, ребят, это же человек-система из «Единой России», это же наш, как же так, как же, вот его, больше скажу, местные единороссы там, узнав об аресте, спустя пару дней сообщили, что, да вы что, они вообще его исключили задним числом из партии, ну или там приостановили его членство в «Единой России», сказали, ну да, мы что-то там подозревали, то есть, ну, грубо говоря, слили. Да, для нас с вами плевать, ну, арестовали какого-то очередного, как вы скажете, коррупционера, да и бог бы с ним, вот только это сигнал элитам. Тем самым элитам, которые избираются по спискам вот этой самой «Единой России» куда-нибудь в местные парламенты и затем сидят, голосуют как надо. Это сигнал для них, что, ребят, все, вы больше для нас не свои, у нас тут большая игра, у нас тут свои разборки, а вы там элиты мелкие, вот эти местечковые какие-то депутаты, местечковые бизнесмены, нам дела до вас нет, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Вообще «Единая Россия», если кто-то думает, что это вот такая вот единая, монолитная структура, там все объединены какой-то общей идеологией, да нифига не так. Вы же знаете, например, в Кремле, вы много раз слышали, есть куча отдельных группировок, которые постоянно бодаются между собой за власть, мы их называем башней Кремля, так вот в «Единой России», в которой два с лишним миллиона членов, вот таких вот башен, таких группировок еще больше. И люди там объединены не по каким-то идейным соображениям, вы знаете, что подавляющее большинство единороссов, это все-таки, ну, представители действительно каких-то элит из регионов, от бизнеса, от номенклатуры, там, от чиновничества и так далее. И эти люди представляют там чьи-то интересы, это люди там Иванова, это люди Петрова, это люди там Сидорова, и так далее. Между ними идет грязня еще сильнее, чем между нами. Вот, кстати, вот именно к «Единой России», я люблю эту поговорку, да, что в политике нет друзей. В политике есть только попутчики, которые бегут рядом до нужного им поворота. Вот это как раз про «Единую Россию». Вот там люди объединены, исходя из этих соображений именно. Нам пока по пути, да, вот я хочу быть человеком системы, поэтому... Ну, вот этот вот сигнал с данным товарищем, он, я думаю, многих разочаровал. Я думаю, что это без следа все равно не останется. И оно все равно, так там, осадочек-то остался, поэтому вот эти вот люди, может быть, которые изберутся, безусловно, там, на будущих выборах в сентябре, даже от «Единой России», пройдя там праймерис и так далее, но вот это уже будут такие люди сомневающиеся. Зря вы хрюкаете, потому что... Не хрюкаю, а покашлю. Ну, тем более. Представьте себе ситуацию, что на выборах в сентябре, а через год выборы гораздо более серьезные, например, будут избирать депутатов Московской и Городской, думая, опять так вот, на этих выборах они все профукают, и вдруг в эти парламенты, в местные, в ЗАГС собрания, изберется нелояльная публика, а будут еще сочувствующие, причем изберется в большом количестве, до половины нелояльных депутатов, плюс еще какая-то часть, треть вот таких вот сомневающихся единороссов, которые начнут мутить воду, которые будут отказываться протаскивать те или иные законные инициативы, которые не захотят выполнять приказы, ну, и таких депутатов полпарламента. И что ты с ними сделаешь? Ну, нельзя же сразу на всех завести какие-то дела, а вот признать иноагентом это гораздо проще, можно, в общем, и, в принципе, сразу всем. Хотя я не уверен, что это все равно поможет, потому что, ну, ошибок нахлопали ребята в торопях, особенно, повторюсь, вот эта вот ошибка вот с этим господином Лавричевым, до которого никто не заступился, это был серьезный сигнал региональным элитам, и я думаю, что это был такой удар, наступили сами себе на ногу, наступили сами себе на хвост, ну, что ж, будем посмотреть. Вот. От сегодняшней коронации я, конечно, ничего нового не жду, потому что, ну, что мы за 25 лет этих коронаций уже видели огромное количество, потом я не думаю, что будут там произнесены какие-то ключевые слова, ключевые слова мы будем ждать позже, поэтому я бы, вот, за окном хорошая погода, я бы рекомендовал им удивить в то время семье, тем более впереди несколько дней, выходных, поехать на дачу, я не знаю, просто подышать свежим воздухом, погулять по лесу, наславиться родными и близкими. Все! Удачи вам, любви и терпения. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok